Приветствую вас. Есть история, в которой вы, по факту, себя такой, какая его есть, не принимаете. Вы не принимаете себя, в том числе, за счет, довольно, сильно, сильно высоких требований к себе. И это очень важный момент, на который вам нужно обратить внимание, как мне кажется. В итоге завышенные требования к себе у вас, конечно же, возникают из детства, плюс вы бежите от этих чувств, не проживаете их. И задача, как мне кажется, заключается в том, чтобы помочь вам эти чувства, свои чувства прожить. Дальше. Следующий момент. То, что спит, в принципе, вообще спит, как таковой. Это очень сильное про злость. То есть, иными словами, если вам это видно, то это подавленная злость. Или злость, обращенная на себя. Почему? Потому что вы не позволили, не позволяете себе ее проживать. И это, к сожалению, является для вас, наверное, такой достаточно ключевой особенностью ситуации. Вот. А именно в этом контексте, я думаю, вам нужно двигаться. Но, в то же время, эта ситуация вам может быть и чем-то полезной. И, скорее всего, она для вас чем-то полезной. Поэтому вы, бессознательно, то есть, не отдавая себе отчету в этом, можете бояться из нее выходить. Можете опасаться и в этой ситуации выходить. Такое, что, сейчас, хоть вам и тяжело, сейчас, хоть вам и трудно, сейчас, хоть вам и легко. Но, несмотря на это, все же, как поступают, в принципе, вы знаете, как действуют, в принципе, вы знаете. А вот, если этого не будет, как вам себя вести. Это вопрос. И вопрос достаточно серьезный. Поэтому вы можете бояться говорить о том, что, вот, нет возможности психологу обратиться и так далее. У нас в городе психологов нет. Но, как вам сказал мой коллега, надо встать как раз для того, чтобы оказывать психологические услуги. Поэтому обращайтесь за помощью к любому специалисту, который вам придется по душе и начинайте с этим специалистом работать. Работать. И все. Если вы действительно хотите психологические услуги изменить. Что касается того, что вы можете сделать сами. Это вопрос интересный. Я бы сказал, что сами вы можете позволять себе чувствовать то, что вы чувствуете. И не бояться идти в эти чувства таким образом. Исследовать себя таким образом, лучше понимая себя и так далее. Это очень важный момент для вас, как мне кажется. Потому что сейчас. Потому что сейчас вы этого, на мой взгляд, не делайте, не делайте. Сейчас вы не позволяете себе быть собой. Сейчас вам вероятность всего страшно быть собой. Следующее. Следующее. Пойдем эти требования, требовательные. Насколько они, эти требования, позитивные. Насколько они, эти требования реалистичны. Реально для вас. И можно ли их на самом деле реализовать. Можно ли им на самом деле соответствовать. Какие из этих требований вам откликаются? А какие нет? Какие из этих требований вам нравятся? А какие нет? Вот. На эти вопросы вам нужно поискать для себя ответ. Потому что, если этого вы не сделаете, то так и продолжите жить в таком состоянии напряжении. Детские психоправмы, которые заключаются в травмирующих, обидных, болезненных историях. Вам самой при всем желании не проработать. Для этого все же нужен психолог, психолог или. А только психологам это можно сделать. Причем процесс этот не быстрый. Вот. А вот. Пожалуй, такой ответ я мог бы вам дать. С точки зрения профессиональной психотерапии. Что меня, конечно, насторожило, это то, что вы два раза говорили про отсутствие психологов, обращаясь к психологам. Вот. И, соответственно, обратите внимание, что за этим стоит. Вот. То есть, как бы, действительно, ситуация, при которой в городе может не быть специалистов, но эта ситуация вполне возможна, но эта ситуация вполне реалистична. Что вы делаете, чтобы получить необходимую вам услугу? Что вы делаете для того, чтобы получить то, что вам нужно? А не искать и не фокусироваться на том, что нет возможности. Я думаю, что вот это ключевой момент, который, на который вам нужно обратить свое внимание. Потому что это, как мне кажется, довольно важный аспект. Это, как мне кажется, довольно важный момент. Что хочется сказать? Заключил. Хочется узнать вам смелость. Вот. Вот. Чтобы вы нашли специалиста, которому, которому, которому было бы довериться. И, конечно, очень хочется, чтобы вы рискнули начать заниматься своей жизнью. Вот. И хочется, чтобы вы реально смотрели на ситуацию. Кстати, если проблема многолетняя, то имеем дело мы здесь, скорее всего, с привычкой. Вот. А значит, если мы имеем дело с привычкой, то вы сами получаете некие преференции от этих самых привычек. А значит, самостоятельно избавиться или что-то поменять, избавиться не обязательно, а что-то поменять вы, скорее всего, не сможете. И чем лучше вы для себя это поймете, чем лучше, чем быстрее для себя эти вещи откроете, поймете, тем вам же самой будет лучше. То есть, меньше вы будете тратить своего времени. Вот. Вот. В этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Я надеюсь на обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.